Вы знаете, в свое время я достаточно много путешествовал и в Соединенных Штатах Америки меня, наверное, поразило, каким образом люди относятся к инвалидам, к людям с ограниченными физическими способностями, кто не может ходить, например, у кого там, может быть, с рукой что-то или еще что-то, с ногами. То есть то, что видно внешне. Для них, это было вот конец 90-х годов, для них оборудовано все. Оборудованы общественный транспорт, оборудованы входы во все магазины, ночные клубы. То есть если человек инвалид, то даже если он сам может преодолеть какую-то преграду, люди просто бросаются ему на помощь, помогают ему и так далее. То есть у них, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки это развито. Что касается России, во времена перестройки, к сожалению, инвалидам не уделялось абсолютно, мне кажется, вот никакого. Ну или это было минимальное внимание. То есть человеку было сложно, там, например, невозможно пойти куда-то в булочную, например, да, там купить хлеба, да, того же. И, конечно, это было неправильно. Сейчас в России все-таки этой проблеме уделяется внимание. Вот даже в моем дворе я вижу то, что действительно установили инвалидные пандусы в тех подъездах, где живут инвалиды. То есть я так понимаю, что можно было написать там в обслужащую организацию, то, что так и так у нас там живет инвалид, необходим пандус. И этот пандус, он был сделан. То есть я считаю, что сейчас работа в этом направлении в России ведется. То, что людям стало удобнее. И я, например, вижу в крупных торговых центрах специальные подъемники для инвалидов. Я вижу вот даже где-то вот там на третьем кольце делают специальные подъемники, да, вот где какой-то эскалатор, не эскалатор, а как называется, спуск вниз, да, для инвалидов делают специальные, не просто рельсы, а делают специальный лифт. Конечно, это дорого. Конечно, это, возможно, там затратная часть. Но я считаю, что это того стоит действительно, потому что любому человеку хочется вести, что называется, тот образ жизни, который он хочет. Поэтому пусть уж мы каким-то образом выделим эти деньги, но зато люди, которым сложно передвигаться, сложно каким-то образом, которые отличаются от людей полностью физически здоровых, я считаю, что они имеют абсолютно то же право, те же права, что и люди здоровые. Поэтому я считаю, что правильно, что мы предлагаем все усилия для того, чтобы эти люди чувствовали себя здоровыми.